Сегодня, 19 января, в день Крещения Господнего, многие придут к водоемам, чтобы трижды окунуться в воду. Считается, что в этот день она обладает целебными свойствами и может помочь вылечиться от хворей. Кто-то заходит в Иордань, следуя своей религии, а для кого-то это просто увлекательное мероприятие. В любом случае, молдаване любят эту традицию, а подтверждает это тот факт, что в разных районах нашей страны несколько тысяч людей сегодня окунутся в прорубь. Ну, скажем так, началось это три года назад. Да, это третий год мы делаем. Началось все с того, что друзья пригласили меня в Одессу на Крещение. Мы пошли к морю, искупались. Мне понравилась эта традиция. Я решил ее возродить из пепла в новых Анянах и сделать вот такую вот нашу Анянскую Молдавскую Иордань. Народ поддерживает. Власть первоначально к этому относилась настороженно. Люди с воодушевлением приходят, благодарят, говорят спасибо, окупаются. И свидетельство тому в прошлом году где-то больше 50 человек окунулись. С каждым годом крещенские купания в новых Анянах собирают все больше и больше народа. Организаторы рассказывают, что приезжают желающие окунуться со всего района и даже соседних. Здесь всегда дежурит полиция и врачи скорой помощи. Но, к счастью, никаких инцидентов не было. Во-первых, я считаю, что нужно настроиться духовно. Сила духа морально должна присутствовать при этом. А что посоветовать? Взять с собой полотенце, сменную обувь, белье, палатка для переодевания. Будет горячий чай. Все остальное мы людям предоставим. Но главное – это моральный настрой. Музыка Первый ваш раз, когда вы окунулись в шизу, это сколько вам лет? 17 лет. Вы вот так без раздумий, без подготовки? Без раздумий, без подготовки. Как? Я раскуну и зайду. Если вы склонны болеть, легко подхватываете простуду, то для начала проконсультируйтесь у врача. Людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями в проруби, увы, делать нечего. Я считаю, что каждый православный человек должен попробовать. Это как бы православная традиция, которая тянется из глубины веков. Она неспросавидно придумана. И каждому православному человеку, наверное, стоит попробовать прийти, почувствовать, что это такое, окунуться в купель. Я говорю, это непередаваемые ощущения. Это человек буквально заново родился с новыми какими-то помыслами, мыслями, и сердцем, и душем. И еще несколько советов. Не едите голодными. Принятая вами пища пойдет на обогрев тела и даст энергию перенести стресс. Но делать это нужно не прямо перед купанием, а за 2 часа до него. Так еда успеет превратиться во внутреннее тепло. Заходите в воду разогретыми и постепенно. Так легче перенести холод. Для разогрева перед процедурой можно несколько минут побегать, поприседать, поделать активные движения. Входите в воду не спеша, но и немедленно. Зайдите по колени, ополосните водой лицо, умойтесь. Это тоже подготовит организм к полному погружению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова